Друзья, сегодня мы разбираем упражнения, которые помогут вам чувствовать ваш палец и, так сказать, вернуть чувствительность. Потому что очень часто, когда мы играем какие-то ноты, наши пальцы нам как будто бы не слушаются. Но, извините, пожалуйста, кто владелец наших пальцев? Мы? Или они нами? Конечно, мы должны управлять нашими пальцами так, как нам захочется. Поэтому эти упражнения дадут вам, так сказать, власть над тем, что вы играете, как вы играете. Первое упражнение заключается на том, чтобы ваши пальцы могли отдельно нажимать клавиши, то есть чтобы они не были такими слипшимися. Что мы делаем? Ставим первый пальчик на клавишу. Держим его. Все остальные ноты мы нажимаем. Если вы посмотрите, я когда нажимаю, у меня пальцы не торчат во все стороны. То есть вот такого нету. А я стараюсь играть, высоко поднимая пальчики, но тот палец я поднимаю высоко, которым я хочу и нажать. То есть все остальные пальцы смотрят вниз. И играем это упражнение от ноты до. Ре Ми Фа Итак, идем от Соли, от Си и от Дон. И заканчиваем. Е-М Так, осталось мне научиться играть и говорить одновременно. О том, я не знаю почему, но я не могу говорить и играть одновременно. Это какой-то для меня, не знаю, сюр. Хорошо. Мы сыграли это правой рукой. И теперь идем вниз, в обратную сторону. Вниз посложнее, потому что пятый палец. Вот именно, вы знаете, вот это, вот это, вот сложное. И обязательно нам нужно верхний палец держать до тех пор, пока вы играете все остальные пальцы. То есть в этом весь, так сказать, сок. Переходим к левой руке. И вы проиграли левой рукой, вниз, вверх. И пробуем двумя руками. Смотрите, еще такой момент. Я покажу вам свои руки. У меня кисти не поднимаются. То есть, можно старайтесь смотреть, чтобы они не поднимались. И чтобы они не опускались. Я сказала, чтобы. Да? Чтобы. Чтобы они не опускались вниз. Вот так. Я их называю уставшие, ленивые кисти. И это часто случается из-за того, что вы горбите спину. Горбите спину, и ваш стул стоит довольно-таки низко. Поэтому посмотрите, спинку делайте ровно, так сказать. И следите за тем, чтобы ваш локоть был на одном уровне с фортепиано. Вот видите, я сижу немножко отодвинусь, чтобы вы видели. Локоть, уровень клавиатуры. Локоть ниже клавиатуры, это плохо. Локоть повыше, чем клавиатура, это тоже плохо. Поэтому можете поставить возле себя зеркальце и посмотреть со стороны, как вы выглядите. А лучше записать себя на видео. Вообще, записывание себя на видео, это прекраснейший способ посмотреть на себя со стороны. Иногда я тоже записываю какие-нибудь свои видео, играю в каверы и открываю, смотрю, думаю, оооо, что это такое, что у тебя с ногой? Я иногда зажимаю ногу, и она у меня не стоит на полу, а вот как бы немножечко подвисает. Это тоже такой звоночек о том, что я слишком переживаю, слишком волнуюсь, и у меня зажимается нога. Поэтому, ну, надо над этим, как бы, работать, над этим следить, чтобы ничего не зажималось. Это было первое упражнение. Мы проиграли двумя руками. Следующее упражнение на чувствительность клавиатуры. Дело в том, что когда мы играем произведение, вот, допустим, вот какую-то, какую-то песню, и у нас тут стоит, так, давайте не из файла буду вытаскивать, а что-то такое. Вот, кстати, мой сборник классической музыки. И тут, для начинающих, и тут у нас часто в нотах есть, допустим, пиано, что-то, крещендо, диминуэн, да, может быть, я так лучше покажу. Вот у нас тут в начале здесь пиано, потом два форте, в самом начале вот тут вот. И часто меня спрашивают, Валь, ну, а как же играть, вот, как же играть в форте-пиано? Ну, то есть, понятно, что ты нажимаешь легче руку, но легче это как? Мы сейчас представляем, что наша клавиша имеет четыре уровня. Это, как бы, четыре уровня глубины. Четыре уровня глубины, и нам нужно каждый раз постараться нажать разный уровень глубины. То есть, первый это совсем чуть-чуть, потом второй посильнее, третий раз сильнее, и четвертый раз прям до самого дна. Берем любой палец, давайте третий палец возьмем, и нажимаем сейчас тихонечко. Потом второй уровень, третий уровень еще громче, чуть-чуть сильнее, и четвертый уровень прям в самый низ. И это упражнение не на скорость, а оно на чувствительность, для того, чтобы наладить вот эту взаимосвязь. Как вы нажимаете, и какой звук получается. То есть, тут начинают формироваться ваши нейронные связи в голове, которые анализируют, какая сила, какой звук. И прорабатываете это так. Первый, второй, третий, четвертый, четвертый, и потом обратно. Третий, второй, первый. Вы можете немножечко шикануть и сделать не четыре уровня, а шесть уровней. Я когда училась в консерватории, мой профессор заставлял меня делать десять уровней. Ох, вот тогда, конечно же, я попотела, потому что десять раз нужно нажать клавишу и послушать вот эти вот преломления звука, и как они отличаются, это было сложно. Но вы можете начинать с четырех уровней, с шести уровней, потом добавлять, потом восемь, и потом попробовать десять уровней сыграть. И посмотреть, как у вас получается. Потом пробуем другим пальцем, например, четвертым. Пятым. И также левой рукой. То есть тут вы выделяете себе десять минут, чтобы никто вас не тревожил. Если у вас электронный фортепиано, можете взять наушники, чтобы, знаете, более так детально прослушаться. А можете без наушников. И вот так вот аккуратненько, сидя, слушая вот этот вот звук, который вот выходит из фортепиано и постепенно затухает. То есть это уже, знаете, такое гурманское упражнение, которое воспитывает в вас чувство, как сказать, очень такое тонкое чувство отличать разные оттенки ноты. Вы сейчас подумаете, о нет, мне бы выучить ноты, как они записываются. Валентина, вы нам такое говорите. Но я вам скажу, если вы будете играть собачий вайс, или даже к элизе. Очень простое произведение. Кстати, к элизе мои ученики с нуля уже играют через два месяца. И в принципе с нуля за два месяца научите играть двумя руками, это возможно. И если вы будете играть к элизе обычным звуком, и если вы попробуете сыграть к элизе вот этим вот, после того, как делаете это упражнение, то ваша игра поднимется в несколько раз выше по уровню. Потому что я вам открою секрет. В консерватории играют такие же произведения, которые играют в музыкальной школе, в музыкальном колледже. Но чем они отличаются? Они отличаются именно прикосновением к клавиатуре и к тому, что вот эта вот связь звука, которая вылетает из ваших ушей, она более тонко настроена. Поэтому вы, если находитесь на начальном уровне, и там играете, там не так уж и долго. Но если вы будете работать над вот этой вот звукоотдачей и вашим пальчиком, то, я вас уверяю, ваша игра станет в разы, в разы намного лучше. Хорошо. И последнее упражнение, которое мы сегодня попробуем, это упражнение на растяжку руки. Мы играем с вами октаву. Октаву — это тупирование первым и пятым пальцем. Но когда вы нажимаете октаву, старайтесь сделать это не такой прям жесткой рукой, как будто вы гвозди забиваете, а чтобы она дышала. Вы знаете, вот в машине есть такая деталь. Вылетела из головы. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, как она называется. Когда машина наскакивает на кочку или в какую-то ямку, она смягчает удар. Так вот, наша кисть должна смягчать удар. Мы набрали ноту, кисть смягчила. И то же самое мы играем левой рукой. Левой рукой вверх, вниз и двумя руками. Вот так вот. Вот это были три упражнения, которые помогут вам работать над своей техникой и над тем, чтобы ваша игра станет во все лучше и лучше. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там у меня есть бесплатные ноты как для начинающих, так и продолжающих. Там есть мои аранжировки авторские, которые я выкладываю в открытый доступ. Вот. И на мой инстабрам. И увидимся в следующих видео. До скорой встречи!